Религиозный состав населения мира Религиозный состав населения мира Рыболовство и рыбной промышленности Правильный ответ Это Исландия Следующее задание Соотнесите страны и столицы Правильный ответ Канада – Оттава Шотландия – Эдинбург Йемен – Сана Вьетнам – Ханой Рассмотрим третью мировую религию Это Ислам Священные тексты – Коран Язык – Арабский Объект поклонения – Аллах Первые упоминания – VII век н.э. Географические регионы – Мекка Ислам является самой молодой из мировых религий В 28 странах он имеет статус государственной или официальной религии Число приверженцев составляет около 2 млрд человек И это число постоянно увеличивается Ислам возник в начале VII века В Западной Аравии, в Мекке Где господствовало язычество Каждая племя имела своих богов Идолы которых находились в Мекке Этот период характеризуется постепенным разрушением Патриархального родоплеменного строя И возникновением классового общества Мусульмане почитают всех пророков Которые учили людей поклоняться Богу и творить добро К таким пророкам относятся Авраам, Ибрахим Моисей, Муса, Иисус, Иса Величайшим и последним пророком Мусульмане считают Мухаммеда Пророк Мухаммед Согласно исламскому вероучению Последний пророк и посланник Аллаха Которому было неспослано священное писание Коран Для всех мусульман Мухаммед является примером Человеком, чьими поступками руководит Всевышний Коран – священная книга всех мусульман Слово Коран происходит от арабского чтения вслух Назидание В исламских странах Коран вместе с Сунной Словами и делами пророка Мухаммеда Переданными в хадисах служат основой законодательства Как религиозного, так гражданского и уголовного Пять столпов ислама – это основные предписания шариата Образующие основу ислама и обязательные для всех верующих мусульман К пяти столпам ислама относятся шахада, намаз, закят, пост и хадж Рассмотрим пять столпов подробнее Сивол веры – шахада Нет Бога, кроме Аллаха А Мухаммед – его пророк Ислам считает, что как только человек произносит шахаду с искренностью в сердце Он начинает считаться мусульманином И с этого момента ему необходимо соблюдать те постановления Которые предписывают Коран и Сунна Намаз – молитва Совершается пять раз в день Молящийся должен встать, обратившись лицом к Мекки, Кибла Ежедневный молитвенный цикл состоит из пяти обязательных молитв – фарт Утренняя двухракатная молитва – фаджр Полуденная четырехракатная молитва – зухар Предвечерняя четырехракатная молитва – аср Вечерняя трехракатная молитва – магрип И ночная четырехракатная молитва – иша Закат – обязательный ежегодный налог в исламском праве Выплачиваемый с различного вида доходов и имущества Движимого и недвижимого Всеми самостоятельными, свободными, дееспособными и взрослыми мусульманами В пользу нуждающихся единоверцев Предписание соблюдения поста – ураза Обозначено в Коране и сунне пророка Мухаммеда Продолжительность поста – 29 или 30 дней Время с рассвета – сухур До заката солнца – ифтар Хадж – это паломничество, связанное с посещением Мекки, Масджид-аль-Харам и ее окрестностей Гора Арафат и долины Муздалифа и Мина в определенное время Ислам – единая религия всех мусульман Но между представителями исламских течений существует ряд разногласий В исламе есть два течения – это суннизм и шиизм Фактически все вопросы сводятся к правоприменению Сунниты – это люди сунны и согласия общины Последователи основного и наиболее многочисленного направления в исламе Сунниты делают особый акцент на следовании сунни пророка Мухаммеда Его поступкам и высказываниям на верности традиции На участие общины в выборе своего главы – халифа Шииты – это направление ислама, объединяющее различные общины, признавшие Али ибн Абу Талиба, двоюродного брата Мухаммеда и его потомков, единственно законными наследниками и духовными преемниками пророка Мухаммеда Рассмотрим основные различия Сунниты почитают только исключительно пророка Мухаммеда Шииты почитают как пророка Мухаммеда, так и его двоюродного брата Али Высшая власть принадлежит избираемым или назначаемым духовным лицам Представители высшей власти должны быть исключительно из рода Али Имам – это духовное лицо, которое заведует мечетью Имам – это духовный лидер и потомок пророка Мухаммеда Изучает весь текст Суны Только ту ее часть, которая рассказывает о Мухаммеде и его членах семьи Верит, что однажды в лице скрытого имама придет Мессия Распространение ислама в мире Более 90% всех мусульман исповедует ислам суннитского направления Суннитское направление распространено в таких регионах, как Северная Африка, Ближний Восток, Центральная и Южная Азия, Кавказ и Балканы Шуитское направление распространено в Иране, Азербайджане, Бахрине, Ираке и Ливане А также в Йемене, Афганистане, Турции, Сирии, Кувейте, Пакистане, Объединенных Арабских Эмиратов и Таджикистане Рассмотрим региональные религии Религия – идуизм Священные тексты – Танах, в которые входят Тора, Пророки, Писания, то есть Ветхий Завет Языки – иврит, арамейский Объект поклонения – Ягова Первое упоминание – XIII век до н.э. Географические регионы – Древний Египет и Израиль Следующая региональная религия – это индуизм Священные тексты – Веды, Тхарма-Шастры Язык – Санскрит Объект поклонения – X аватар – Вишну Кришна, Рама и другие Шива, Шахти и другие Первое упоминание – 1500-1000 год до н.э. Географические регионы – Индия и Юго-Восточная Азия Следующая религия – Зороастризм Священные тексты – Авеста Язык – Авестийский Объект поклонения – Ахура Мазда – Зороастов Первое упоминание – X-VIII века до н.э. Географические регионы – Большой Иран Следующая религия – это Даосизм Священные тексты – Дао-де-цзин Язык – Китайский Объект поклонения – Изначальный Небесный Владыка А также Лао-цзи Первое упоминание – IV век до н.э. Географические регионы – Китай Следующая региональная религия – это Джайнизм Священные тексты – Канон Шветамбаров Язык отсутствует Объект поклонения – Махавира Первое упоминание – IX век до н.э. Географические регионы – Индия Следующая религия – это Конфуцианство Священные тексты – У-цзин Язык – Китайский Объект поклонения – Конфуции Первое упоминание – VI век до н.э. Географические регионы – Китай Следующая религия – это Синтаизм Священные тексты – Кодзики Нихон Сёки Язык – Японский Объект поклонения – Аматэру Расу Первое упоминание – отсутствует Их географические регионы – это Япония Перейдем к закреплению изученного материала Задание номер один Как называется священная книга мусульман? Правильный ответ – священная книга мусульман – это Хоран Задание номер два Назовите два основных направления ислама Правильный ответ – это Сунизм и Шиизм Задание номер три Какой символ связан с иудаизмом? Правильный ответ – звезда Давида Подводя итоги урока, можно сделать вывод, что религия – это одна из форм общественного сознания Представление, основанное на вере в Бога и Богов Оказывает влияние на политическую жизнь, быт, обычаи и культуру Нормы морали людей на немографические и этнические процессы в любой стране На этом урок окончен, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok